Здравствуйте, с вами снова канал Школа Таро Альвиен и сегодня у нас будет интересное онлайн гадание на метафорических картах на такую тему уровень вашей самооценки сегодня у нас будет 6 позиций по одной карте пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады цены у меня довольно демократичные запись идет не на месяцы вперед сейчас идет запись на 21 марта поэтому спешите, пишите мне в вайбер, ватсап, личные сообщения вконтакте также в директ инстаграм я обязательно отвечу сообщу все свои условия консультации и цены и мы с вами обязательно поработаем также приглашаю вас в свою группу вконтакте диагностика сканирования целителями там есть все для развития экстрасенсорных способностей и приглашаю вас в свой инстаграм там каждый день есть новое онлайн гадание обязательно присоединяйтесь записывайтесь на ритуалы я провожу ритуалы по отношениям это и привороты, и отвороты от сушки отворот соперницы также гармонизация отношений все это производится только после диагностики ваших отношений также ритуалы чистки с установкой защиты которые от луны совсем не зависят ритуалы на деньги ритуалы на замужество на беременность по здоровью ритуалы все это делается только после диагностики также провожу психологические консультации такая консультация стоит 1200 в час рассматриваем проблему с вашей стороны со стороны человека, чего психолог никогда не делает также консультации по ясновидению также консультации по диагностике вашего здоровья и если вы закажете консультацию у другого специалиста у Владимира Николаевича по тета-хиллингу то у вас будет 50% скидка а что дает тета-хиллинг? это коррекция отношений повышение самооценки гармонизация материального состояния устранение навязчивых страхов удаление блокирующих гармонию в отношениях проклятий, клятв, обетов коррекция родовой кармы и многое другое обязательно обращайтесь под каждым моим видео есть ссылка на магазин магических товаров переходите по ссылке знакомьтесь с ассортиментом заказывайте талисманы из янтаря которые могу зарядить на вашу цель и эта цель будет достигнута практически на 100% главное это инструкция как соединиться с данным талисманом правильно талисманы недорогие я видела у других террологов от 100 долларов у меня талисман стоит 1500 вместе с пересылкой по России поэтому обращайтесь обязательно кулоны очень красивые из натурального янтаряника никаких подделок никаких пластмасс ничего прочего также из браслеты и ведьмины колбочки тоже с янтарю итак перед вами 6 позиций по одной карте ваш уровень вашей самооценки ваша самооценка на сегодняшний момент и начнем для тех кто выбрал первую позицию также можно любого человека здесь загадать то есть можно вообще 6 человек загадать и смотрим самооценку данного человека то есть любого человека итак уровень вашей самооценки на сегодняшний момент или любого другого человека вышла карта пазлы карта пазлы говорит о том что вы возможно не представляете не понимаете насколько и как правильно воспринимают вас окружающие люди поэтому самооценка может несколько упасть в силу того что вы не видите глазами окружающих самого себя или саму себя это накладывает свой отпечаток но смотрите вот на пояснение карта вселенной и карта змей эти карты говорят о том что вы очень хотели бы чтобы вас любили другие люди очень хотели бы чтобы вас воспринимали правильно чтобы вас воспринимали действительно человеком хорошим добрым отзывчивым красивым но есть изъян есть страхи связанные с прошлым есть травмы есть осознание того что вы не можете видеть ситуацию и себя со стороны и со стороны окружающих людей глазами других людей отсюда комплексы более того змеи показывают что на вас есть негатив со стороны недоброжелателей и отсюда именно падает ваша самооценка и отсюда видим это все идет да что вы не можете разобраться в своих каких-то недостатках и комплексах то есть на вас идет влияние по вашей энергетике идут некоторые такие вот удары да тычки так скажем может зависть еще что-то но змей они и змей и вы из этого теряетесь теряете свой истинный образ теряете представление себя а вам нужно зафиксировать это представление о себе вам нужно четко начать визуализировать то как вы хотите чтобы вас видели и каким человеком вы хотите чтобы вас видели и у вас это начнет получаться потому что весь потенциал есть для этого у вас все есть для того чтобы вас воспринимали хорошо правильно и так как вы хотите просто фиксируйте постоянно в себе этот образ и все у вас получится а недоброжелателям фигу покажите закажите если вы верующие православных в православном храме срока уст себе за здравие либо чистку практика вот такая первая позиция отложу карты отдельно позиция номер два ваша самооценка или любого другого человека на сегодняшний момент концентрация на материальном возможно вам не хватает средств в жизни да и вы испытываете по этому поводу комплекс не могу много заработать не имею того финансового состояния которое хотелось бы из-за этого комплекса идут неполноценности но если вы человек богатый то буквально можете постоянно переживать из-за своих каких-то денег ну тогда на вас финансовый негатив в плане крадника то есть крадник он всегда начинает по человеку бить в самосомнении то есть когда человек начинает вот допустим идет на сделку сомневается 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 раньше бы спокойно все сделал все получилось а сейчас идет постоянный подвох какое-то ощущение подвоха а это вот негатива вот но большинство людей кто вытянул карту номер два это комплекс неполноценности из-за финансового состояния нестабильного нехорошего комплекс из-за бедности сосредоточения на чем-то материальном в данный момент и переживания из-за этого также также может быть большое переживание из-за внешности и внешних недостатков каких-либо и мысли о том что воспринимают вас окружающие согласно этих недостатков негативно то есть страх да страх об этом давайте посмотрим некоторые пояснения человек вы у которого в жизни в прошлом была большая психологическая травма или многие травмы возможно эти травмы тоже связаны с бедностью бедное детство бедные родители родители алкоголики да и все такое прочее и комплексы у меня не было нужной одежды в школе у меня не было нужного обеспечения в детстве и меня дразнили и так далее также вы натура взрывная которая не умеет держать под контролем свои собственные эмоции вам очень сложно с ними справляться и если вы бурно реагируете или реагируете как-то неправильно или дергаете плечами если у вас нервный тик то окружающие как вам кажется воспринимают вас в связи с этим негативно но на самом деле это не так иногда вообще такие мелочи а именно мелочи воспринимаются окружающими как что-то милое потому что если вас любят и вам надо вот на этом сосредоточиться что каждый из нас имеет какие-то определенные недостатки но за эти недостатки мы друг друга и любим потому что любить за достоинство это одно это правда это тоже есть но любить за недостатки это тоже актуально во все времена потому что недостатки нас объединяют да мы видим в человеке сначала изначально при знакомстве что-то хорошее мы этим восхищаемся мы понимаем что вот какой достойный человек например никогда не врет да вот представим у вас есть достоинство никогда не врете вами восхищаются но дальше когда мы разбираемся поближе да знакомимся с человеком мы отмечаем что он так же как я жмурится например да или еще что-то в этом духе и вот это объединяет и за это любят поэтому сосредотачиваться таким образом на каких-то своих психологических травмах прошлого недостатках вам не стоит и ваша самооценка поднимется в связи с этим такая позиция номер два позиция номер три ваша самооценка уровень вашей самооценки или любого другого человека кого вы загадали да на сегодняшний момент грязь здесь очень низкая самооценка ну ясно понятно карта грязь грязь говорит о том что человек себя в чем-то обвиняет считает некрасивым неприятным не тем с кем можно общаться разговаривать с кем можно проводить нормальное время кого можно любить здесь очень заниженная самооценка и давайте тут немножечко разберемся вы считаете или вы считаете или кто-то да считает вас может быть не в том выглядящем старше своего возраста например или вы так считаете про себя испытываете комплекс или вы действительно в возрасте считаете что вас уже невозможно полюбить с вами уже невозможно нормально строить отношения карта гроза говорит о взрывоопасности натуры о том что может быть вы по натуре и лидер но за эти лидерские качества себя грызете перегрызаете себе можно сказать глотку из-за этого передавливаете себя вот также карты могут сказать еще о том что человек которого здесь по третьей позиции загадали обвиняет себя за какой-то скандал за то что где-то вышел из себя и ну считает что из-за этого он позорище да самообвинение самобичевание по этим картам проходит заглядывание все время в прошлое там вы ищете какие-то моменты негативные их культивируете в себе да и все время сосредотачиваетесь больше то на негативе а надо бы сосредоточиться на позитиве вы знаете все карты показали здесь что данный человек или вы да если вы загадали себя опускает себя ниже плинтуса только потому что не допускает хороших мыслей вообще в свою голову вот а надо бы допустить и поверьте вы расцветете потому что на самом деле вы же утрируете если по поводу возраста комплексуете или внешности то это уже слишком преувеличено на самом деле вы не такой человек как вы себя представляете то же самое по поводу взрывоопасности натуры ну все мы иногда возмущаемся ничего там страшного нет вот такая позиция номер 3 здесь очень низкая самооценка очень низкая если во второй позиции ее можно исправить в третьей очень сложно даже будет исправлять вот если честно позиция номер 4 уровень вашей самооценки сегодня здесь гармоничная личность прячется кого бы вы не загадали себя или другого человека этот человек умиротворенный этот человек знает в принципе себе цену и особо как сказать торговаться не станет я бесценное прекрасное существо которое любит бог тут такие идут установки человек считает себя может быть не обязательно красивым но в чем-то есть гармония в этом человеке его воспринимают добродушно окружающие им приятно смотреть на этого человека не важно какая у него внешность он источает какой-то свет какое-то умиротворение рядом с ним все успокаиваются спокойно хорошо приятно общаться люди тянутся к такому человеку он может любого человека вылечить или успокоить или как-то бодрости придать может быть жизненных сил каких-то может человек донор вот так могу охарактеризовать ежики ежики и еда смотрите иголки ежа выпали и еда на пояснение прошлое довольно серьезно ранило такого человека ему сложно было в прошлом воспринимать окружающих людей и скорее всего было затрачено много сил на то чтобы прийти в равновесие прийти вот в это гармоничное состояние может быть был духовный рост какие-то практики йога рейки не знаю все что угодно потому что травмы прошлого долго соединили и трудно было общаться с людьми с окружающими допускать кого-то в свое личное пространство может быть и сейчас сложно да но люди воспринимают вас или такого человека которого загадали как личность довольно приятную они к вам тянутся но не обязательно что вы их совсем таки в душ упускаете вот вообще карты здесь показывают подъем от самого низа до каких-то высот духовных то есть когда человек совсем был сосредоточен на материальном и постепенно развивался духовно и достиг какого-то духовного совершенства даже в чем-то вот такая вот интересная позиция номер 4 очень интересная личность или личности да гадают же многие люди здесь скрывается пятая позиция уровень вашей самооценки здесь личность имеет хорошую самооценку личность гармоничная но эмоциональная то есть может все принимать близко к сердцу и анализировать очень много выводить большинство каких-то там трудных логических цепочек вероятно женщина но если это мужчина мужчина то очень очень чувствительный вот карта мусор и карта дерева да с лучами солнца сквозь него которые проходят смотрите карта мусор и карта дерева говорят о том что человек пережил какие-то может быть даже отношения счастливые которые закончились плохо и это наложило на него свой отпечаток эмоциональности когда-то этот человек впадает в периоды что его самооценка падает и он начинает самобичеваться но потом это все проходит и он опять восстанавливается однозначно в принципе сама по себе личность воспринимается окружающими хорошо внешность приятная к этой личности тянутся хочется поговорить пообщаться и вы или кого вы загадали очень это понимает вот то есть нет такого чтобы совсем была заниженная самооценка но да бывают периоды самобичевания обвинения себя однако они быстро проходят и человек в принципе знает себе цену и понимает насколько он там хорош красив или выгоден для окружающих ну не в плане там материальной выгоды да в плане того что там может подставить дружеское плечо обнять там не знаю допустить свое личное пространство и отогреть и все такое прочее вот какие-то травмы прошлого есть они накладывают отпечаток особенно травмы по отношениям но ничего это бодрый человек идет вперед несмотря ни на что такая позиция номер пять шестая позиция уровень вашей самооценки или самооценки кого бы то ни было кого вы загадали сегодня полная чернота депрессия самооценка ниже плинтуса и какое-то горе у этого человека случилось он это горе может долго переживает может оно недавно да но то что он в этом горе погрузился на каком-то негативном событии в жизни зафиксировался это факт карта дождя подтверждает это что возможно слезы льются рекой и очень хочется позитивных в жизни перемен но пока они не наступают есть страдания страдания человек привык страдать человек страдалец очень хочет страдать пришел в этот мир чтобы страдать а ведь можно эти установки поменять да вот обращайтесь к Владимиру Николаевичу он вас вам поменяет программы страдания на позитивные и вы будете счастливы в итоге честное пионерское вам больше не нужно страдать отмените себе это не можете обращаться никому просто скажите себе да хватит страдать все стоп нужно отпустить ситуацию сказать ей до свидания и идти вперед потому что сейчас самооценка действительно ниже плинтуса а когда-то было все по-другому вот эта трава она не зря вышла здесь личность была гармоничная но столкнулась может быть с чем-то с психологической травмой с предательством с потерями с чьей-то смертью и стало все по-другому давайте берите себя в руки руки в ноги и старайтесь приподнять свое настроение вот такая позиция номер 6 всем спасибо за внимание жду ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации по ясновидению и на ритуалы обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик чтобы все мои видео выходили сразу же у вас всем пока пока